МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкаля на канале Ангара Медиа. С вами Надежда Фролова. Усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Сильный снег и метель ожидаются в Прибайкале. Пожарно-спасательные гарнизоны переведены в режим повышенной готовности. А сотрудники ГИБДД напоминают о соблюдении усиленных мер безопасности на дорогах в условиях снегопада. При движении как в населенных пунктах, так и за их пределами необходимо держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта, выбирать скорость, исходя из видимости и состояния магистрали, и вообще быть внимательными и осторожными. Рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния. При движении необходимо выбирать безопасную скорость, которая позволит контролировать транспортное средство. Детей транспортное средство необходимо перевозить обязательно с использованием детских удерживающих устройств. Пассажиры также должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Очередное скрытое патрулирование провели сотрудники ангарского отдела ГИБДД. Цель выявления нарушений, совершенных водителями автобусов, особое внимание дорожные полицейские уделяют техническому состоянию транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров. В ходе движения ведется видеофиксация. Если гражданин за рулем нарушил ПДД, его привлекают к ответственности. В одном из рейдов камера записала ехавшую двадцатку. Ее водитель не предоставил преимущества пешеходам на зебре и не выполнил требование подать сигнал поворота при заезде в остановочный карман. Напомним, с начала текущего года зарегистрированы два ДТП с участием автобусов. В результате травмы получили шесть человек. 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в том числе и в Ангарске. На митинг, который традиционно состоялся в Парке Победы, собралось не менее двухсот человек. О чем говорили собравшиеся в следующем сюжете. Около памятного креста более многолюдно, чем обычно 15 февраля. В России и других странах бывшего СССР отмечают 35-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Ноги с цветами для возложения к мемориалу. Около него традиционно несут караул воспитанники школы мужества. Перед началом митинга из колонок звучит гимн страны. В какой-то момент техника отказывает. И собравшиеся поют акапелла. Стройными дедами стоят военные, кадеты профильных классов, воспитанники патриотических организаций. В этом году молодежи пришло много. Согласно официальным данным, свой интернациональный долг в Афганистане исполняли 102 ангарчанина. Сегодня, увы, их меньше. И около 30 из них удостоены государственных наград. Есть и кавалеры Ордена Красной Звезды. И не все вернулись с той войны домой. И очень жаль, что вспоминают о погибших и живых ветеранах только 15 февраля. Пятеро человек, три офицера и два солдата из Амгарска не вернулись с войны из Афганистана. Надо помнить о них. Надо помнить о тех, кто живет среди нас, афганцев, которым сейчас очень плохо. Некоторые очень нуждаются в лечении, сильно болеют. Давайте будем помнить о живых, думать о живых. Митинг окончился возложением цветов к мемориалу. Альберт Идомнин, новости 360 Ангарск. Магазин «Доброцен» подготовился к дачному сезону. В дискаунтере уже появились семена для хорошего урожая, декоративные фигурки для садового участка. Оценили разнообразие ассортимента наши журналисты. «Доброцен» никогда не пустует. Люди едут сюда из разных районов города. Почему он так популярен? Вероятно, потому что цены здесь значительно ниже. Система работы магазин «Склад» или, как его еще называют, кэш-энд-кэрри, позволяет экономить на персонале, а из-за небольшой отдаленности точки от центра невысокая арендная плата. Все это сказывается на наценке стоимости товара. Из широкого ассортимента можно выбрать практически все. Бакалея, химия, товар для дома и даже техника. Особенно полюбилась ангарчанам охлажденное мясо свинины. Его каждый четверг в дискаунтер доставляет красноярская фермерская компания. Ну, бываем раза два в месяц. А в основном мясо, кофе такие. А вы бы посоветовали своим знакомым? Ну да, нам родители посоветовали. И мы тоже. В основном «Доброцен» ничем не отличается от обычного магазина. Здесь можно купить замороженную продукцию, сладости, товары для детей и даже одежду по приемлемым ценам. Позаботились в магазине и о дачниках. Сезонным товаром стали удобрения, декоративные фигурки, восстановители почвы. «Доброцен» предлагает своим посетителям и большой ассортимент семян. Это разновидности томатов, редиса, лука и других саженцев. «Дачному сезону у нас огромный ассортимент кашпо различных емкостей, большой выбор семян и другие товары, которые найдут своего покупателя. А на всю бытовую технику у нас гарантия от производителя год при сохранении кассы ловочек. Ну и также товары повседневного спроса по социальным ценам. Добро пожаловать к нам в магазин». Несмотря на работу магазина в формате склада, здесь все сделано для удобства посетителей. Весь товар на открытых полках, а молочная продукция и другой скоропортящийся товар находятся в специальных холодильных комнатах, где поддерживается низкая температура. Посетить «Доброцен» можно по адресу улица Чайковского, 2А. Ксения Высоцкая, Альберт Омнин, Новости 360, Ангарск. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. Народный артист России Александр Малинин, 26 февраля, ДС Труд, 27 февраля, ДК «Современник». Санаторий «Усолье» проводит эффективное лечение. Заболевания нервной системы, женского и мужского бесплодия, опорно-двигательного аппарата и последствий травм и заболеваний костно-суставной системы. А еще постковидная реабилитация. Санаторий «Усолье». Огромный опыт, новейшие медицинские методики и комфортный оздоровительный отдых. Санаторий «Усолье». Рядом с вами. Парад низких цен от магазина «Доброцен». Мейнес Янта – 199,90. Вечина домашняя – 319,90. Ангарск. Чайковского 2А. Испанский театр мыльных пузырей. 16 марта. Ангарск. ДК «Нефтехимик». 17 марта. Иркутск. КДЦ «Орбита». 0+. Уникальный многоцелевой центр семейного отдыха «Биби-кафе». У нас можно учиться, развиваться и отдыхать. Обучающие игры в собственном кинозале. Семейные праздники и школьная продленка. Все это в «Биби-кафе». Мы создаем мир счастливых родителей. 33-й микрорайон «Дом-денец». Полюбившийся телезрителям проект «С любовью к родине» получил продолжение. Но уже несколько в новом формате и под названием «Прекрасно, милая Сибирь». Благодаря юным любителям поэзии практически готов видеосборник со стихами сибирских авторов. Телепроект «С любовью к родине» стартовал на нашем канале в прошлом году. Участники поэтического конкурса «Сибирская лира» присылали видео с прочтением патриотических стихов. Мероприятие проходит в Ангарске ежегодно. Любителей литературного слова становится все больше. Каждая хочет заявить о себе и рассказать о любимом сибирском авторе. Дети готовятся к конкурсу, прочитывая массу произведений поэтов нашей Иркутской области, нашей малой родины. И пока они готовятся, они встречаются со словом, с мыслью, как сибиряки думают, сибиряки-писатели, как они выражают свою энергию, свою любовь к собственному краю. В обновленном телепроекте «Прекрасная милая Сибирь» уже в понедельник зрители могут услышать стихи сибирских поэтов из уст маленьких любителей литературы. Наш проект сейчас с вами запускается. Его ждут очень многие люди. Его ждут, наверное, самое большое количество – это родители. Это вот тот контингент, который сегодня для нас очень важен. Ждет семья участника нашего проекта. Желающие поучаствовать в проекте могут связаться с организаторами конкурса «Сибирская лира» и увидеть свое прочтение стихов на нашем канале. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин. Новости 360. Ангарск. На 9% выросли продажи бумажных книг в стране по итогам прошлого года. Общее количество экземпляров составило около 231 миллиона. Таковы данные одной из крупнейших издательских групп. И основная торговля происходит онлайн. Там не менее продажи через маркетплейсы и другие электронные площадки увеличились на четверть. Мастер-класс по вольной борьбе провела для кадетов профильного класса Росгвардии Екатерина Букина. Напомним, уроженка Ангарской победительница многих мировых российских турниров сейчас является сотрудницей ведомства. Такие гости, увы, для кадетов редкость. Оно и не мудрено. Майор полиции Екатерина Букина все еще остается действующей спортсменкой и достаточно много времени проводит на сборах. В копилке у нее медали Чемпионата мира, Европы, России, Олимпийских и Европейских игр. Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпийские игры, не говоря о том, чтобы завоевать там какую-то медаль. Поэтому, наверное, для меня это будет самым таким запоминающимся моментом в моей жизни, который я буду рассказывать своим детям и внукам. И, скажем так, рассказывать историю своего попадания на Олимпийские игры. И как быть так вписанным в историю вольной борьбы. Во время встречи с Екатериной Букиной ученики девятых классов провели легкую тренировку. Приняли участие в спаррингах. И, разумеется, спортсменка отвечала на вопросы юных росгвардейцев. В частности, рассказала о своей карьере, самых запоминающихся событиях из жизни, о службе. Уроженка Ангарска отметила, очень важно, чтобы школьники занимались физкультурой и продолжали лучшие традиции страны. Также самая главная цель нашего мероприятия было развитие патриотизма, чтобы кадеты держали себя в спортивной форме, понимали, что в здоровом теле здоровый дух, и что здоровье детей – это здоровье детей. Ксения Высоцкая, Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в группе ВКонтакте. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов Прибайкалья. Читайте в свежем номере газеты «Свеча». Ангарский военнослужащий привез домой из зоны СВО спасенных кота и щенка. С вниманием и заботой к старшему поколению. С миру по нитке, за советом к Тамаре Ивановне. Как был прекрасен этот бал, и я там тоже танцевал. Стадион, главный финиш будет в Сочи. Газета «Свеча», живи ярче, живи светлее. В Байкальске 16 февраля снежно. Днем температура воздуха составит минус 13 градусов. В темное время 28 мороза. Ветер северо-западный 2,4 м в секунду. Атмосферное давление 728 мм ртутного столба. В Листвянке такая же погода. Днем до 13 градусов с отметкой минус. Ночью до 25 мороза. Ветер северо-западный 5-7 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – инновационный медицинский центр «Витал Плюс». «Витал Плюс» – это самое современное оборудование. Команда врачей-профессионалов. Более 150 направлений медицинских услуг. Индивидуальный подход. Комфортное и доверительное отношение к каждому пациенту. Ангарск, 84-й квартал, дом 11. Телефон 58-34-58. Ангарский медицинский центр «Витал Плюс». Современное диагностическое оборудование. Квалифицированные узкие специалисты. Стерилизационное отделение. Полноценный операционный и комфортный стационар. «Витал Плюс». Индивидуальный подход и обследование в удобное для пациента время. И амбулаторная помощь по основным направлениям медицины. «Витал Плюс». 58-34-58. Действуют бонусные карты и акции. А теперь о погоде в Ангарске. В пятницу пасмурно, возможны осадки. Днем минус 14 градусов. Ночью до 27 мороза. Ветер северо-западный 3,5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»